В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые заразившиеся, как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове. Социальные контракты и субсидии. Семьи с низким доходом могут получить льготы по линии соцзащиты. Приём ограничен, как работает многофункциональный центр в условиях режима повышенной готовности. Далее расскажем обо всём подробно. Более трёх миллионов заразившихся в 181 стране. За время пандемии выздоровели почти 900 тысяч человек. Более 200 тысяч умерли. Некоторые страны постепенно снимают ограничения. В Чехии можно выходить на улицу в масках и соблюдать дистанцию. 11 мая планируют открыть торговые центры, парикмахерские музеи, а 25 мая – кафе и рестораны. Во Франции, где от коронавируса умерли почти 23 тысячи человек, также наметилась позитивная динамика. Власти подготовили план Д-самоизоляции. Ожидается, что с 11 мая начнут работать школы и рестораны. Испания, которая на втором месте в мире как по числу заболевших, так и умерших, разрешила прогулки с детьми. Со 2 мая возможность выйти на улицу и просто прогуляться и заниматься спортом получат также люди старшего возраста. В России зарегистрировано более 93 тысяч случаев заболевания. Выздоровели 8,5 тысяч россиян. Умерли 867. В Роспотребнадзоре заявили о необходимости еще как минимум двух недель жестких ограничений. Однако улучшения по ситуации с коронавирусом, по словам медиков, стоит ждать только к середине июня. В Нижегородской области зарегистрировано более полутора тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером по числу заболевших по-прежнему считается Нижний Новгород. В областном центре COVID-19 выявили почти у тысячи человек. Второе место в регионе по этому показателю занимает Павловский район, где выявлено более 100 инфицированных. Бронза в этом непочетном рейтинге досталась Дивеевскому району. Взрыв эпидемии в монастыре вывел район на третье место. Распоряжением губернатора там введен карантин. На въездах в райцентр дежурят сотрудники полиции, медицинские работники и волонтеры. Глава Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в райцентре и на территории монастыря. Приняло решение выделить дополнительные машины скорой медицинской помощи для того, чтобы транспортировать больных для проведения компьютерной томографии в Арзамас. Также было принято решение, что часть больных нужно сейчас госпитализировать все-таки в специальные перепрофилированные медицинские учреждения. Это те, у кого уже симптоматика становится более тяжелой, то есть те пациенты, которые, как говорят, утяжеляются. Сейчас такие пациенты там есть, и мы будем их перемещать в те стационары, где есть необходимое оборудование. Губернатор подчеркнул, что вспышка заболеваемости на территории монастыря была вызвана паломниками из разных регионов страны. Как отметил Глеб Никитин, тяжелых пациентов из числа священнослужителей Свято-Троицкого, Серафим-Дивеевского монастыря нет. В Сарове зафиксировано 44 зараженных, из них 3 уже выздоровели. 14 человек госпитализированы, 1 в Приволжский областной медицинский центр, 13 в клиническую больницу номер 50. У 10 пациентов болезнь протекает в средне-тяжелой форме, у 3 в легкой. 27 саровчан лечатся на дому, 45 человек находятся на карантине под наблюдением медиков. Среди заболевших есть двое военнослужащих Саровской дивизии. Они заразились коронавирусом во время командировки Московской области. Ирина Игнатьева опровергла фейковые новости о массовом заболевании среди сотрудников Росгвардии в Сарове. У нас в лазарете войсковой части действительно есть больные с иными заболеваниями. Причем те из них, которые по симптоматике, по тяжести заболевания или по эпид-анамнезу, подлежат обследованию, обследованы в наших лабораториях. И они все показывают отрицательные результаты на COVID-19. То есть коронавирусной инфекции у них нет. В связи со вспышкой коронавируса в Дивееве саровчане, посещавшие село с 12 по 25 апреля включительно, могут пройти лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию. Для этого нужно позвонить по телефону 97777, сообщить свои данные. Медицинские работники свяжутся с обратившимися и назначат дату тестирования. Режим повышенной готовности действует в регионе почти месяц. В условиях всеобщей самоизоляции из-за коронавируса некоторые граждане имеют право передвигаться по городу. Но делать это рекомендовано со специальными пропусками с QR-кодом. Сотрудники правопорядка на улицах должны регулярно эти QR-коды проверять. Но наш опрос в социальных сетях показал, что 80% горожан ни разу не попадали под проверку. Лишь 8% участников опроса останавливали на улице полицейские. У 12% не было необходимости выходить из дома. Те, кто остался без работы или чей доход сократился, могут получить субсидии по линии соцзащиты. Социальные контракты, выплаты на детей и другие льготы для поддержки малообеспеченных семей в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Правительство подготовило для россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, меры поддержки. Подробности в следующем репортаже. Те, кто потерял работу и у кого снизились доходы в период карантина, могут рассчитывать на поддержку через соцконтракт. Его заключают с малоимущей семьей либо одиноко проживающим человеком на срок от 3 до 12 месяцев. Соглашение возможно, если средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума. В рамках контракта семья получает деньги, потратить которые она сможет на то, чтобы выйти из трудной финансовой ситуации. Социальный контракт предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 11 248 рублей, которая производится гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию следующих мероприятий. По поиску работы, по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Заключение социального контракта не отменяет других льгот. Если вы уже получаете какую-то поддержку от государства, можно их совмещать. Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет получат в июне выплату на каждого ребенка 5 624 рубля в месяц. Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции семьи с детьми нуждаются в материальной поддержке. Поэтому первые пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в июне 2020 года. 8 апреля президент выступил с предложением изменить условия назначения пособий и не учитывать в расчете среднедушевого дохода выплаты по прошлому месту работы, если родители ее потеряли. Продлевать документы на право получения пособия на первого и второго ребенка и льгот на оплату ЖКХ не нужно до октября. Это сделают автоматически. Максимальная выплата по безработице увеличилась с 8 до 12 тысяч в месяц. Обычно размер субсидий зависит от причины увольнения, стажа, среднего заработка на прежнем месте. Тот, кто остался без работы с 1 марта 2020 года, будет получать максимальную сумму независимо от этих факторов. Родители, которые оказались без работы и обратились в службу занятости с 1 апреля по 30 июня 2020 года, смогут дополнительно к другим выплатам получить по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта выплата будет назначаться дополнительно к основному пособию по безработице. Получить подробную информацию обо всех мерах поддержки можно в Управлении социальной защиты населения по телефону. 9-81-34, 9-81-21 и 9-81-29. Дарья Козина, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Дарья Козина, Александр Мальков. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, включенных в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает российская газета. Компании смогут получить по одному минимальному размеру оплаты труда – 12 130 рублей на каждого сотрудника. Но в таком случае они должны сохранять не менее 90% рабочих мест. Для выплат за апрель необходимо подать заявление в течение мая, а за май – в июне. Напомним, 22 апреля начал работу Всероссийский кулцентр. По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавируса, могут задавать вопросы о том, на какие меры поддержки стоит рассчитывать и что необходимо сделать, чтобы получить помощь. 16 миллионов доброрублей заработали нижегородцы за первые 10 дней работы проекта. Так называют бонусные баллы, которые начисляют за каждую оформленную заявку на выход из дома. Проверить свое количество доброрублей можно в приложении «Карта жителей Нижегородской области» или на сайте nndfiscar.ru. Баллы можно будет потратить в так называемом «добромаркете» на предложения партнеров проекта. В их число войдут государственные и негосударственные учреждения социальной сферы и представители бизнеса. После окончания режима самоизоляции баллы можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий, скидки и бонусы. Детская школа «Экскурс номер 2» объявила набор ребят на следующий учебный год. В нынешних реалиях все необходимые действия можно и нужно совершать в режиме онлайн. Зайти на официальный сайт школы, скачать бланк, заполнить его и отправить на электронную почту. dhi2sobacomail.ru Более подробную информацию можно получить по телефону 951-84. Посещение многофункционального центра «Мои документы» только по предварительной записи. Такая мера принята для сокращения количества посетителей в условиях режима повышенной готовности. Клиентам рекомендуют использовать дистанционные способы подачи документов на услуги. Подробности в следующем репортаже. На дверях многофункционального центра сразу несколько объявлений. Одно из них сообщает, что режим работы изменен до неопределенного времени. Теперь МФЦ открыт с понедельника по субботу из 10 до 15.00. На консультацию могут попасть горожане, которые записались на прием по телефону. Мы рассчитываем количество людей, чтобы у нас не было скоплений массового. Поэтому звонить можно по телефону 9 90 88. Консультирование проводится по двум телефонам 9 124 и 99 126. Мы записываем фамилии, то есть мы уточняем, какая услуга, кто конкретно придет по этой услуге. И, соответственно, мы просим все семьи, если они не задействованы в подаче заявления на услугу, оставаться дома. В день сотрудники многофункционального центра принимают порядка 40 человек. Основной вопрос, к которому обращаются горожане, как и где поменять паспорт и водительское удостоверение, у которых истек срок действия. 18 апреля 2020 года вышел указ президента номер 275 о действительности некоторых документов. В частности, в первом пункте это паспорта, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, то есть попросту паспорт гражданина. И водительские удостоверения. Те, которые истекают или истекли в период с 1 февраля по 15 июня, они считаются действительными, без штрафных санкций. Подать заявление на оформление нового паспорта можно на портале госуслуги.ру. Для этого необходимо найти строку «Паспорт гражданина России», выбрать причины его получения или замены из представленного перечня и заполнить заявление в электронном виде. Если оно будет одобрено, то документ можно будет получить в этот же день. Около 20% людей во всем мире страдают от полиноза, аллергии на пыльцу. Весной симптомы аллергии вызывают цветение деревьев. В этом году раньше срока зацвели орешник и ольха. На подходе самый мощный аллерген – береза. Зуд в глазах и носу, першение в горле и даже астма – все это симптомы аллергии на пыльцу или полиноза. Принято считать, что конец апреля и май – это самое неблагоприятное время для аллергиков. Вовсю цветут деревья. Но, например, ольха зацветает гораздо раньше и может выбросить сережки в марте. В этом году у нас была аномально теплая зима и определялась низкая концентрация пыльцы, зерен, ольхи уже в январе месяце. Доктора советуют людям, страдающим от полиноза, как можно меньше выходить на улицу. Особенно, когда начинает засветать самый сильный аллерген – береза. Этой весной карантинные меры сыграли на руку аллергикам. Они умеют соблюдать режим самоизоляции, как никто другой, потому что так они легче переносят болезнь. Облегчают аллергические реакции медицинские препараты. Если, условно, самоизоляция закончится в середине мая, когда еще будет продолжаться пыление, потому что оно обычно заканчивается где-то к началу июня, прогнозируемое пыление, может быть, в этом году даже немножечко дольше, но посмотрим по погодным условиям, как получится. То, выйдя на улицу, для них это не будет неожиданностью, потому что они все и так получают терапию. Об уровне концентрации пыльц и деревьев в воздухе можно узнать на специальных интернет-порталах и через мобильные приложения. Например, Полинклаб показывает не только уровень пыльцы в текущий момент, но и дает прогноз на следующий день. Эта информация поможет аллергикам планировать прогулки и тем самым свести к минимуму аллергические реакции. В режиме самоизоляции большинство из нас не может выйти на улицу, посетить театр или музей, да и просто прогуляться по родному. Но это не повод унывать. Сейчас популярность набирают онлайн-экскурсии. Благодаря им можно отправиться в любую точку земного шара, не выходя из дома. Лучшие музеи мира рассказывают о своих экспозициях, театры выкладывают записи спектаклей, гиды проводят экскурсии по удивительным уголкам многих городов России. В онлайн-путешествие приглашает и столица нашего региона Нижний Новгород. В сети стартовал проект виртуальных экскурсий «Открой Нижний». Теперь, оставаясь дома, зрители смогут прогуляться по столице Поволжья, познакомиться с достопримечательностями региона. Для жителей других областей это отличная возможность поближе узнать город с великим прошлым. А для местных – повод вспомнить историю родной земли и открыть для себя новые интересные места, в которые в обычное время не так-то просто попасть. Специалисты Нижегородского туристско-информационного центра уже выложили первый выпуск из цикла. Его посвятили по гаузам на стрелке. Это остатки чудом сохранившегося павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде летом 1896 года. А изготовлены они были еще на 15 лет раньше. Таким образом, получается, что они старше даже Эйфелевой башни. Посмотреть видео можно в социальных сетях и YouTube-канале «Визит Нижний». Авторы проекта обещают, что новые ролики будут появляться каждую неделю. Так что добро пожаловать в Нижний Новгород – город с 800-летней историей. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова